Слово Божье Слово Божье Слово Божье Слово Божье Слово Божье имя Господне, Он спасется. И это очень важно, чтобы мы славили Его, независимо от того, какой мы сезон проходим, зная, что это лучшее для нас, когда Бог приходит в нашу ситуацию, обстоятельства меняются. Аминь. Мы говорили с вами, мы касались, что в нашей церкви, в нашем служении все должно быть пропитано любовью к людям. Мы видим с вами первая заповедь, возлюби Господа Бога своего всем сердцем и всем разумением своим. И на самом деле для некоторых людей это, как говорится, шок-контент, когда они вникают в это, потому что вторая заповедь, Иисус говорит, подобная первой. Возлюби ближнего, как самого себя. И мы хотим, чтобы даже не изменение и преображение человека стояло на этом месте, потому что, на первом месте, потому что мы не меняем людей. Аминь. Бог преображает жизни. Аминь. Мы делимся словом, мы делимся истиной, и мы хотим, чтобы не система, не еще какие-то вещи, не наши достижения, но чтобы все было пропитано любовью к людям. Аминь. Мы говорим, что мы проповедуем истину. Мы не хотим, как Писание говорит, не лгите на истину. Мы не хотим лгать на истину. Мы не хотим истину подстраивать под себя. Бывают некоторые моменты в жизни, мы не справляемся с какими-то вещами, но мы не хотим Евангелие подстраивать под себя. Аминь. Мы хотим, чтобы наши жизни менялись в соответствии с Евангелием. Поэтому мы проповедуем истину. Мы верим, что мы как в частности, так и в нашей общности, в церкви, что мы люди, которые призваны двигаться. Верия. Вера – это движение. Иисус говорит, имейте веру Божию. И кто скажет Горесии, вот нужно передвинуться. Вера – это движение. Вера – это жизнь. Аминь. И мы говорили так же. Если вы не смотрели, я рекомендую вам, чтобы вы посмотрели эти проповеди, чтобы вы на самом деле, я уверен на сто процентов, что вы получите определенную определенные ответы для своей личной жизни. И так же я сегодня хочу поговорить с вами, как в завершении, что мы идем до края земли. Может быть, знаете, мы очень часто бываем, как с вами взрослые, но часто бываем, как маленькие дети. Знаете, в чем проблема часто детей? Дети чаще всего обращают внимание на то, чего у них нет, вместо того, чтобы на то, что у них уже есть. Он расстраивается из-за того, что ему что-то не купили, не обращая внимания на то, что ему уже купили. На то, что, может быть, ему не сделали, не обращая внимания на то, что сделали. И мы иногда с вами бываем, как дети, мы не обращаем внимания на то, что Бог уже сделал через нас и продолжает делать. Аминь. Но мы хотим большего. И это тоже хорошо, это тоже желание Божье, но в этом необходимо иметь баланс. Потому что это призыв нашего объединения. И я верю, что как когда-то пастор получил это слово, наш старший пастор Сергей Непомнящих, он получил это слово, что мы призваны идти до края земли, мы призваны насадить житницы, мы призваны, вот чтобы на самом деле эти житницы, этот ковчег, он присутствовал в каждом населенном пункте, куда Бог будет прилагать спасаемых. Мы призваны идти до края земли. И я хочу сегодня поговорить с вами о некоторых вещах, которые помогут нам с вами в нашей личной жизни и в нашей жизни, как церкви, на самом деле совершать его работу, совершать его предназначение. Потому что иногда у нас бывает так, что мы не знаем, как это применить в нашей повседневной жизни. И я хотел бы с вами посмотреть, что Иисус в Евангелии от Матфея, 28 глава, 19-20 стих. Параллельно я понимаю, что я ограничен временем, мы живем с вами во времени, и я не хочу игнорировать тем временем, которое есть у нас. И в рамках времени я просто хочу поделиться с вами определенными вещами, определенными истинами. То, во что мы верим, то, как мы идем, почему мы так делаем в том числе. Потому что Иисус сказал, и так идите. Чувствуете? Идите. Не сидите. Но идите. Двигайтесь. Как один человек однажды сказал, ты должен бежать по направлению к своей цели. Аминь. Если не можешь бежать, то хотя бы иди. Если не можешь идти, то хотя бы ползи. Но если уж у тебя нет сил ползти, то хотя бы ляг в этом направлении. То есть мы верим в истину Божью. И Иисус сказал, и так идите по всему миру, да? И так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Итак, наша задача передать, делиться с людьми евангельской вестью, евангельской истиной. Мы не меняем людей, думая, что какими-то законами, какими-то там условиями мы сможем изменить жизнь человека. Мы не меняем людей. Это между человеком и Богом. Аминь. У нас есть замечательное время, выезды в сосновки, в сосновку, ретвиты для взрослых, для детей и так далее. Но это не место изменения, это площадка встречи. И когда человек принимает решения и позволяет Богу прийти в его жизнь гораздо глубже. Аминь. Когда человек идет в своем путешествии с Богом на более глубокие воды. Все. Мы не можем никого изменить. Аминь. Как много людей пытались человеческим образом изменить мою жизнь. Но Иисус, придя в мою жизнь, Он продолжает ее преобразовывать. Аминь. До тех пор, покуда я открываю свое сердце, позволяю и иду в этом путешествии с Ним, не останавливаясь, моя жизнь будет продолжать преображаться с Ним. Поэтому наша задача с вами, как мы говорим, что мы проповедуем истину, не спуститься на уровень человека и остаться там, где он находится. Нет. Наша задача принести Евангелие в жизнь человека и помочь человеку подняться на другой уровень вхождения со Христом. Жизнь со Христом уникальна. Кто скажет погромшее аминь вместе со мной? О, слава Господу, радостное собрание. Слава Иисусу. Евангелие от Марка, 16 глава. Мы посмотрим в каждом Евангелии, что Иисус говорил. И сказал им, 16 глава Евангелия от Марка, с 15 стиха. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сие знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесною Бога. А они пошли и проповедовали везде. Помогите вместе, скажите вместе со мной, а они пошли. Можно еще раз услышать это? Скажите, а они пошли. Вау, слушал бы да слушал. А они пошли и проповедовали везде, благодаря чему эта волна докатилась до нас с вами. Аминь. При Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. А-минь. Итак, что бы я здесь хотел сказать в этой точке? Мы не гоняемся за чудесами. Мы не гоняемся за исцелениями. Мы не гоняемся за проявлениями. Мы верим, что когда мы люди, проповедующие Евангелие, это то, что будет нас сопровождать. Аминь. Дорогие мои, это очень важная часть. Я хочу повторить еще раз это. Мы не гоняемся за чудесами. Мы не гоняемся за проявлениями. Мы верим, что истинно верующих людей, проповедующих Слово Божье, чудеса и знамения будут сопровождать. Да и аминь. Аминь. Мы верим в это. И мы не сомневаемся. И я вижу это в своей собственной жизни. Я вижу это в жизнях людей. Поэтому если даже что-то я не вижу в сию секунду, в данный момент я знаю, что Бог совершает свои чудеса. И Он сопровождает наши с вами жизни. Аминь. Аминь. Это очень важно. Евангелие от Луки, 24 глава и 45 стих. Это Евангелие от Луки. Мы видим, что здесь, там происходят определенные вещи. И уже после того, когда Иисуса распяли, Иисус воскрес, но ученики были потеряны. Это бывает. В жизни людей бывают, какие-то обстоятельства сбивают фокус. Происходит расфокусировка. И мы знаем, что даже технические вещи, даже аппарат давления, фотоаппарат, еще какие-то вещи, что их нужно иногда приводить. Вы знаете, да, что есть даже мировые часы, к которому, к одному стандарту приводится время, всемирное время. Не только в нашей стране, да. То есть подводится. Почему? Потому что бывает, тем более это бывает у человека. Какие-то обстоятельства сбивают фокус, отводят чуть-чуть в сторону. И здесь произошло то же самое, потому что они искали чего-то другого. Это бывает с нами. Мы иногда можем накрутить себе, как оно должно быть. А оно идет не по нашему сценарию. Но Бог благ. Он верен нам, независимо от того, как это идет, понимаем мы или не понимаем. По нашему сценарию или не по нашему. Аминь. И здесь очень важно понимать это, держать этот правильный фокус. И вот ученики такие вот расфокусированные встречаются с неким путником, который оказался Христом. Тогда отверз им ум к разумению Писания. И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах. Начиная с Иерусалима. Вы же свидетели всему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Слава Господу. Он их повернул обратно. Я благодарен Богу, что Господь, Он всегда стучится в наши сердца. Он не оставляет нас. Он поворачивает нас конкретно изначальной нашей цели, нашему призванию и нашему предназначению. Мы можем иногда сбиваться, искать чего-то своего, искать чего-то более понятного, искать, может быть, чего-то материального, искать еще каких-то вещей. Но слава Господу за Его милость и благость. Потому что на самом деле Он не ищет момента, когда мы с вами ошибемся. Он ищет наоборот, как помочь всякий раз нам с вами. Аминь. И направить на путь истинный. И мы видим, что они возвращаются. И вот оно, деяние. Это продолжение Евангелия от Луки. Деяние. Первая глава, седьмой стих. И сам Христос, Он приходит. Посмотрите, в Евангелии от Луки Он говорит, что проповедано. И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели с Ему. Деяние к первой главе, в седьмом стихе Иисус говорит, Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Это отдельная такая тема. Иногда она на самом деле взрывает наше мировоззрение, потому что нам охота везде быть главой и мирилом. Но давайте не будем забывать, что Он есть глава. И Он мирил во всему и во всем. И есть некоторые вещи, которые они не в нашей власти. Не мы с вами будем их знать. То есть Он глава. Но дальше Он говорит, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Вот это то, о чем я бы хотел сегодня с вами поговорить. И наши ступеньки для хора, они отображают вот это четырехступенчатое Евангелие. Четыре, видите? Оно отражает. И это то, что должно помочь нам сегодня в каждом нашем дне. Жить Его жизнью, быть наполненными Его жизнью. Интересно, что Евангелие от Иоанна, оно заканчивается встречей Петра с Иисусом. Тоже. Помните эту историю? Я просто хочу вам показать, на чем Иисус концентрирует свое внимание. Завершение своей земной миссии. Он встречается с Петром, и он трижды задает ему вопрос, любишь ли ты меня? А Петр ему трижды отвечает, да, Господи. Интересно, что сам Господь ему говорит, паси овец моих. Неси Евангелие дальше. Неси, то есть многие проповедники, теологи, богословы, они соглашаются с тем, что это место восстановления Петра. Восстановление, когда он был разрушен вот в своем отречении. И это место восстановления. И я вдруг подумал, надо же, это то же самое, вот когда мы с вами переживаем это в церкви. Место восстановления. В очередной раз мы переживаем с вами, мы можем сталкиваться с какими-то вызовами, с какими-то обстоятельствами. Мы можем что-то делать, ну, может быть, не так, как мы бы хотели, не так, как мы знаем, оно должно быть. Но, приходя в церковь, мы чувствуем, мы переживаем его любовь, и мы способны быть восстановленными. Но дальше мы идем в этот мир, и мы служим как церковь. Аминь. Мы призваны, по крайней мере, мы призваны быть церковью 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. И всю нашу жизнь. То есть мы не церковь просто в общем собрании, в собрании, на конференции, в домашней группе. Нет. Мы церковь его, но мы встречаемся со Христом в воскресенье, обновляясь, поклоняясь, прославляя, отдавая Ему всю славу и хвалу. Исцеляясь, освобождаясь, и дальше идем в этот мир, продолжая нести Христа. Служить его сердцем. Бог на самом деле, Он хочет этого, чтобы мы в очередной раз, мы с вами пережили. Дорогие мои, просто на минуточку представьте. Представьте это вместе со мной. Подумайте, дорогие, мы с вами носители, мы с вами свидетели самой величайшей победоносной истины на земле. Мне кажется, это надо еще раз подумать об этом. Я хочу еще раз сказать, мы с вами носители самой величайшей победоносной истины на земле. Что Бог любит человека. Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ты понимаешь это, ты переживаешь это в каждом дне, что это самое лучшее, что могло произойти с тобой. Это вечное спасение. Я чувствую, как мозги шевелятся. Это хорошо. Слава Иисусу. Да. Дорогие мои, но это же так. Поймите, мы сегодня можем делиться гораздо более восторженно каким-то бизнесом, барбером, спортом, диетой. Гораздо более восторженно, чем евангельская истина. Но это надежда для всего мира. Благодаря этой истине мы с вами спасены. Да или нет, дорогие мои? Благодаря Благой Вести, Евангелию. Даже если вот ты не сможешь услышать и уловить всего остального, но если ты сможешь в очередной раз пропитаться этим, это уже будет победа сегодня. Это величайшая, лучшая истина на земле. Мы с вами имеем жизнь вечную. Мы с вами имеем спасение. Мы с вами имеем жизнь в нем. Мы с вами видим, что в послании филиппийцам 2 главе 10 стихе там сказано, что всякое колено земных и преисподних будет преклонено пред именем Иисуса Христа. А для нас с вами Он уже Господь. Для нас с вами Он уже Спаситель. Для нас с вами Он Целитель. Для нас с вами Он Надежда. Да или нет? Аминь. Слава Господу. И это так ценно на самом деле, чтобы мы помнили это, что мы с вами носители чего-то ценного и важного. Аминь. Вот этой вот истины. Чтобы мы хранили это. Послушайте, дорогие мои, даже если не будет ничего остального в этой жизни, это самое лучшее, что может произойти с человеком. Господи, помоги нам осознать это. Я молюсь, Боже, просто помоги нам пережить это. Это лучшее, дорогие мои. Эти... Кстати, вы готовитесь, что в следующие выходные будет проповедь по книге Откровения? Готовитесь? Да? Я за эту неделю два раза прочитал книгу Откровения. Ну, чего и вам рекомендую. Сегодня с утра начал читать в очередной раз. И вот прочитал первые три главы. И думаю, надо же, как я этого раньше не видел. Помните, про Иоанна написано в начале. Вот благодаря ему, благодаря тому, что ангел пришел к нему. А из-за чего? Из-за того, что он был носителем Слова Божьего и свидетелем Господа Иисуса Христа. Почитайте. Ну, интересно, еще одна вещь, еще одна истина. Откровение 14 глава 6 стих. Иоанн говорит, и увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие. Давайте еще раз. Вечное Евангелие. Господи, я молюсь за каждого драгоценного человека, за каждую драгоценную душу. Чтобы каждый из нас мы пережили, чтобы мы поняли это сейчас, что все пройдет. Все пройдет. Но есть Твое вечное, которое никогда не пройдет. Который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. То есть представьте, ангелы высвобождены, чтобы помогать нам с вами делиться этой вечной истиной. Везде, где мы есть, везде, где мы находимся с вами. Поэтому нам, конечно же, необходимо быть людьми большого сердца, широкого сердца, чтобы вместить все то, что Бог хочет вложить в нас. Вместить вот этих людей, которые находятся рядом с нами. Потому что очень часто мы с вами можем быть теми людьми, которым постоянно чего-то не хватает. То, что я начал сначала. Мы постоянно чего-то ждем. С одной стороны, мы ждем, чтобы что-то случилось в нашей жизни, чтобы мы стали там, не знаю, богаче, счастливее, здоровее, чтобы потом начать нести Его Слово, чтобы потом служить Ему. Чтобы когда-то состариться, пойти на пенсию, поехать на миссию куда-то или когда-то подкопить. Но интересно, что притча 17 глава 24 стих говорит, мудрость пред лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли. На конце земли. Я хочу чуть-чуть поговорить с вами сегодня об этом. Буквально здесь написано, разумный держит на мудрости взгляд. На мудрости. А глупец глаза на краях земли. Видите, это вот такой момент, когда мы на самом деле, мы не видим то, что есть у нас под ногами. Бог сказал, Христос сказал, что вы будете Мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самаре и даже до края земли. Аплодисменты. Даже до края земли. Они до сегодняшнего дня не оказались там, где они должны быть. Только из-за одной простой причины. Они неверные там, где они есть. Они всегда ждут каких-то обстоятельств, ждут какой-то ситуации, ждут каких-то более удобных сезонов, удобных моментов. Это все Евангелие такое. Это не только о распространении вообще Евангелия и цели идти до края земли. Это во всем. Это касается каждой сферы, каждой области нашей жизни. Каждой сферы. Мы всегда ждем какого-то удобного случая, удобного момента. И повторюсь еще раз, дорогие мои, потому что это не Царство Божие. Царство Божие не в том, чтобы мы переживали осуждение. Царство Божие в том, чтобы мы переживали осознание. Близость с Ним. И шли на более высокий уровень хождения с Ним. Эти, что касается меня, моей жизни, даже здесь, я не искал быть пастором. Всю мою жизнь я просто хочу быть верным Богу. Хочу быть вот чем-то удобным, чем-то, каким-то добрым инструментом в Его руках. Это все желание. Желание сердца. Всегда, во все дни. Всегда, когда мы вчера, у нас дома вчера была молодежь, и мы общались с ними. И я просто делился. Я говорил, что даже все практические вещи, которые я научился делать, класть плитку, делать еще что-то, я всему этому научился в церкви. Я не умел это до этого. Я научился в церкви. Я просто хотел быть верным в том моменте, где я есть, делясь с людьми, Евангелием, везде, где я есть, неся спасение, проповедуя Его совершенство. Да, Его совершенство. Не свое совершенство. Чувствуете? Иногда мы не готовы проповедовать, потому что мы хотим проповедовать свое совершенство, а нам не надо проповедовать свое совершенство. Нам надо проповедовать Его совершенство. Аминь. Его совершенство. И сюда в том числе я приехал просто для того, чтобы помогать, для того, чтобы служить, делать то, что я могу Поэтому я, положа руку на сердце, могу сказать, как когда-то сказал апостол Павел Благодатью Божьей я есть то, что я есть Не больше, только Его благодатью, только Его милостью Потому что это работает в каждой сфере, в каждой области Возьмите Наталью, ну когда она молилась, верно молилась и постилась за погибающего парня Она не молилась за мужа себе Она просто искала спасения души А вы молила мужа? Бывает Бывает Ну в этом и есть Я хочу вам показать принципы работы Царства Божьего Я могу вам многих перечислять здесь людей Вот, пожалуйста, взять нашего брата, пастора Из нашей пасторской команды, Сергея Брусянина Я помню, какими они пришли Какими они пришли, какими Они были до замужества с Леной Лена какой пришла Она всему научилась Ну Многим вещам даже, которые Даже тем, что она сегодня работает и зарабатывает деньги Она в том числе научилась в церкви Они просто были верные в малом Там, где они были Здесь он был в тюремном центре, потом поехал в Барабинск И не искал Поймите, я вам говорю Я хочу показать вам тем самым принципы работы Царства Божьего Он не искал поехать в Барабинск И не искал вернуться обратно Но очень часто сегодня настолько люди Их головы забиты своими желаниями, своими целями Вы когда-нибудь слышали это выражение? Иисусу всегда важно О чем ты мечтаешь и чего ты хочешь Слышали? И я подписываюсь под этим полностью Но я хочу сказать, добавить еще одну фразу Пусть и для нас будет важно то, что для Иисуса ценно Он на самом деле заинтересован в твоих желаниях В твоих мечтаниях Но Царство Божье Это когда мы заинтересованы в Его желаниях В Его мечтаниях Аминь Когда мы не просто Закатив куда-то глаза Мы Но Мудрость она в том Что ты используешь то, что у тебя есть Находясь там, где ты есть Ты не можешь сразу запрыгнуть на край земли Аминь Мудрость Бог хочет, чтобы мы Возвещали Его совершенство Там, где мы есть Аминь Это все с этого начинается В Иерусалиме В Иудее Да Совсем Здесь это Даже здесь Потому что мы являемся Его представителями Даже отсюда тебе нужно все равно шагнуть Это усилие Быть Его представителем Это усилие Не своим представителем Я Представитель Его царства Я не представитель Себя Семьи Доценко Мы даже когда приезжаем куда-то В другой город Мы представляем нашу церковь Нашу семью Мы так и говорим всегда Для нас это важно Для нас это ценно Мы хотим быть представителями Божьего царства Аминь Мы хотим на самом деле Нести Христа В жизни людей Он хочет, чтобы мы с вами Были теми людьми Которые готовы идти До края земли Но Иногда Нам кажется, что должно быть Вот так Должно быть вот так То есть мы ищем Чего-то в большей степени своего Но 1 Коринфянам 12 глава 18 стих Дорогие мои Пусть Евангелие Будет нашим основанием Не наши умозаключения Не наш жизненный опыт Не телевизионное мировоззрение Евангелие Так вот В 1 Коринфянам написано «Но Бог Расположил члены Ты будешь видеть его руку Ты будешь видеть его чудеса Ты сможешь войти туда Куда ты даже себе не мог представить И вообразить Вхождение с ним Аминь Римлянам 12 глава 3 стих Мы с вами читаем Аминь 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 Иногда Иногда мы можем Мечтать До чего мы пока еще Не выросли Куда мы Я помню Как Разговаривал с одним человеком Он говорит Я мечтал Оказаться там В загсобрании Чтобы на самом деле Нести Христа Я мечтал Я сделал все Чтобы оказаться там Но когда я оказался там Я понял Что я нести-то не могу там То, что я хотел Нести Христа Понимаете Для этого места Для этого времени Там, где мы есть Там, где мы поставлены Бог наделил нас силой Но вы примите силу Скажи силу Он наделил нас силой Дарами Помазанием Талантом Чтобы быть Его представителем Там, где мы есть Аминь Это Царство Божье Все начинается Именно с этого Верный в малом Получит больше Аминь Поэтому Это таким образом Работает Царство Божье Я хочу, чтобы мы Помнили об этом И хочу в очередной раз Сказать Дорогие мои В 1 Петра 2 глава 9 стих Апостол Петр Говорит Но вы Род избранный Царственное священство Народ святой Люди Взятые В удел Дабы Возвещать Совершенство Призвавшего Вас Из тьмы В чудный Свой свет Уже все есть Мы, может быть Хотим чего-то больше Но большее Придет По мере Нашей верности В том Мы Есть Вот что означает Мы идем до края земли Мы не просто Мечтаем Мы хотим быть Послушными Богу Сегодня так много Даже среди верующих людей Дорогие мои Кто-то говорит Кому-то надо ехать туда Кому-то надо ехать туда И у меня всегда Возникает вопрос Вы не перепутали Свою роль С Богом Объясняя Кому куда надо ехать И кому чем надо заниматься Нет Ничего То есть Бог разберется С каждым Наша задача Быть верным Там Где мы есть Аминь Почитая Уважая Друг друга В любви Аминь В любви С уважением Относя Это то Чего хочет Бог Бог хочет сегодня Чтобы на самом деле Мы как Его церковь Мы как Его тело Засияли Новыми красками Новыми красками Знаете Какими красками Евангельскими красками Когда мы на самом деле Любим друг друга Когда мы Почитаем Бога И почитаем Один другого Высшим себя Когда мы Мы с уважением Относимся К тем дарам И призванию Которое Бог вложил В нашу жизнь Когда мы На самом деле Являемся Его верными Представителями Там Где мы Уже Есть Мы сто процентов С вами Его представители Сто процентов Мы люди Демиссии Успехами Но продолжать Влиять Его Совершенством Аминь Неся Его Славу Поэтому мы Сто процентов Люди Демиссии Дано Но нам Аминь Но он говорит Но вы Примите силу Скажи Я принял силу Скажи Еще раз У меня Есть Все Необходимое Для этого Момента Давай Переживи Еще раз Скажи Еще раз У меня Есть Все Необходимое Для этого Момента Чтобы Быть Его Свидетелем И Его Представителем Там Где Я Есть Аминь Вот оно Евангелие Вот оно Суть Идти до Края Земли Поэтому он И сказал Но вы Примите А мы Уже Приняли Тогда он Сказал Ученикам Но вы Примите Силу Когда Сойдет На вас Дух Святой И будете Мне Свидетелями В Иерусалиме Во всей Иудее В Самарии И даже До края Земли Аллилуйя Аллилуйя Господь хочет Чтобы мы Продолжали Святить Чтобы мы Продолжали Нести Его Совершенство Чтобы мы Продолжали Верить Ему Что он Поставил Нас Это он Так определил Для этого Момента Быть Быть В этом В этом Отрезке В этом Может быть Учебной Группе На этой Работе В этом Бизнесе Это он Определил Для того Чтобы мы С вами Были Его Свидетелями У нас Есть все Необходимое Тебе не Надо ждать Удобного Момента Тебе не Надо ждать Пока твои Дети Вырастут Тебе не Надо ждать Пока ты Состаришься И пойдешь На пенсию Тебе не Надо ждать Когда ты Заработаешь Больше Денег Тебе не Надо ждать Когда ты Куда-то Поедешь Тебе Нужно Использовать Эту силу Которой Ты И я Мы с тобой Наделены Здесь И сейчас Аминь Чтобы быть Его Свидетелями И все С чего-то Начинается Дорогие Мои Но самое Интересное Я хочу Сказать Что это Приключение Потому что Чем больше Мы будем Верные Вот В малом Мы будем Переживать Больше От него Даже то Что мы Себе Не можем Представить Положая Руку на Сердце Я хочу Сказать Что я Никогда Не думал Вообще В принципе То что я Доживу до Этого момента Если уж Исповедоваться Вам В том числе Что я Что я Когда-то Что у меня В принципе Будет Трое Сыновей И что У меня Будут Внуки И что Я буду Служить С такими Замечательными Людьми Как вы Это Его Благость Это Его Милость Вот Он Наш Бог Ты Не можешь Представить Ты Не можешь Вообразить То Лучшее Которое Он Приготовил Для тебя Когда ты Остаешься Верным В том месте В котором Ты Есть И он Хочет Использовать Тебя Дальше И больше Аминь Вы можете Как вы Сейчас Сидите Вы можете Сделать Вот так Как Акт Вашего Согласия Пред Богом Я хочу Молиться За вас Если Вы Смотрите Нас Онлайн И сидите Тоже Перед Экраном Вы Можете Это Сделать Таким Образом Как Ваше Согласие И Ваше Принятие Этого Послания От Бога Вашу Жизнь Я хочу Молиться Господи Я Молюсь За каждого Драгоценного Человека Я Молюсь И Благословляю Ты Сказал Что Мы Приняли Сил Мы Приняли Все Необходимое На самом деле Возвещать Твое Совершенство Вау Твое Совершенство Оно не имеет Границ Твоя Слава Я Молюсь За каждого Божия Чтобы мы Оставили Какие Либо Ограничения Может быть Даже Предрассудки Зная Что Ты Дал Нам Все Лучшее Ты Снарядил Нас Всем Необходимым Чтобы Мы Были Твоими Свидетелями В Иерусалиме В Иудее Самарии И даже До края земли Чтобы мы Были Твоими Свидетелями Там Где мы Есть Среди Своих Соседей В своих Домах В своих Семьях На своей Работе Чтобы мы Были Людьми Верности В каждом Отрезке Этого Времени Боже Как мы Просто держим Эти руки Открытыми Пред Тобою Я Молюсь Божий Обнови В Твоей Силе Обнови В Твоей Силе Каждого Драгоценного Человека Чтобы мы Были Обновлены В Тебе В Твоем Помазании Чтобы мы В очередной Раз Могли Пережить Этот фокус На Тебе На Твоем Вечном Евангелии Осознавая Что Ты Сегодня Помощник Что Ангелы Твои Они Сегодня Помощь Нам Чтобы быть Твоими Свидетелями Везде Где бы мы Не были И где бы мы Не находились А мы Боже При Твоем Содействии Пойдем И будем Сопровождаемы Твоими Знамениями Где бы мы Не были И где бы мы Не находились Переживая Твою Славу Во имя Отца Сына И Святого Духа И весь народ Доскажет Аминь Аллилуйя Аллилуйя Слава Иисусу